Приветствую всех на канале Матковод. С вами я, Юбак Игорь, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет! Привет! Итак, друзья, с Новым годом, с новым счастьем, с новым-новым, новым всем. Итак, друзья, ну а теперь тем, как начать этот ролик, хочу пару минут вашего внимания уделить одной, так бы сказать, просьбе. Пару дней назад у нас на канале вышел ролик, который снимал Иван Филипчук, у которого тоже есть свой канал, о том, что в семье у одного из пасечников, наших украинских, стало из горя, где у его сына, ну, пасечника, сына, вы, ну, обнаружили рак мозгу. Почему я об этом опять сегодня вспоминаю, друзья? Сегодня у этого парня Максима день рождения. Итак, друзья, у Максима сегодня исполняется день рождения. Ему сегодня исполняется 15 лет. И, ну, и хотел бы напомнить о данной просьбе. Просьба заключается, ребята, в том, что надо помочь семье в этом, в этой беде. Ну, в том ролику мы озвучивали, ну, не озвучивали, озвучивал Иван Филипчук, мы только уже, как бы, повторяли ролик. Там есть координаты отца, есть карта приватбанка отца, на которую можно перевести деньги. Также были комментарии под тем роликом, что есть желающие помочь, ну, с других, как бы, стран, ну, Россия, Беларусь и тому подобное. Ну, я задавал вопрос, как бы, людям, как, как возможно это сделать, чтобы желающие из России могли помочь. Ну, на данный момент я еще не получил ответа. Ну, и решил, как бы, тоже сделать немного свою инициативу. Я договорился со своей сестрой, которая проживает в городе Воронеже. Ну, я спросил ее разрешение, она дала добро. Возможно, ребята, те, кто желает помочь в данной проблеме, оплатить на карту моей сестры. Я в комментариях, как будет карта и отца Максима, так же будет и карта сестры. Ну, я позначу, что это для россиян или для белорусов, куда сможете помочь. А мы же уже сестрой, ну, сами возьмем это в руки и уже потом передадим, как бы, помощь без посоления уже отцу. Ну, как-то так, друзья. Так что Максиму, Максима хочу поздравить с днем рождения. Хочу, ну, пожелать ему, чтобы он не унывал. Что я думаю, что, ну, мирный без добрых людей, я думаю, что все, кто как сможет, так поможет. Так что, Максим, с днем рождения. Итак, друзья, что же я сюда пришел на этот тачок? Мы пришли посмотреть. Я недавно вам говорил, что буду смотреть после того, как придут морозы, как же собрались пчелосеми. Но, исходя из маткового одного тачка, я понял, что смотреть нет мне надобности. Я больше чем уверен, что все собрались. А даже если какие-то не собрались, это в 20-х числах января, мы будем просматривать на расположение пчелиной семьи в конец сезона. Это у нас, ну, критерии отбора, можем сказать так. И даже если сейчас у них какие-то явные проблемы, мы особо им так не поможем, но до 20-го они не нуждаются в какой-то экстренной помощи. И мы решили не смотреть, так как это все забирает время, и решили не смотреть. А решили посмотреть наши поздние отводочки. Почему мы их решили посмотреть? Так как очень интересно, как они сидят. Итак, друзья, начнем мы... Нет, давайте оставим его на потом. Давайте мы посмотрим отводочки. Напомню, что это за отводочки. Они формировались в конец августа и аж до конца сентября эти отводочки. Мы их сформировали 12, потом в итоге 2 расформировали, 1 соединили. И на сегодняшний день их у нас 9. 8 как бы полноценных те, что мы формировали, и 1 объединенный. Мы формировали, значит, брали килограмм 800 пчелы и давали на 5 рамочек. Как красивенько сели. Поднялись. Немножко поднялись. В прошлый раз, когда мы посмотрели, пчелы сидели очень низко. Это нас очень-очень сильно как бы сбудоражило, что нас заставило сделать эксперимент объединить 2 слабых в 1 отводочек. Но в процессе объединения мы наблюдали, что не такая там страшная картина была. Так что могло оставаться и так. Ну, видим, да, они маленькие. Но 3, ну 4, эта улочка тоже и тут есть. 4 улочки. Ну, улочки, друзья. Улочки можно считать по-разному. Там сидят 4 улочки. Но он диаметр, вот такой кружочек. А некоторые считают улочки по-разному. Ну, неважно. Ну, главное, что еще они до сих пор живы. Эти точно так же видим. Тоже 4 улочки. Тут даже 5 раз, 2, 3, 4. Тут, наверное, сидят. Это самое главное, что они еще зимуют. И это не может не радовать. Так как, ну, данный эксперимент, я думаю, даст положительный результат. Ну, тоже точно так же. А тут есть и тут есть. В прошлый раз картина была более печальная. Пока картине я рад. Руки замерзли. У нас мороз. Мороз. А наши где? А, сидят так же. Я понимаю, что с них, конечно, какие-нибудь полноценные семейки не получится, но тем не менее. Две семьи мы использовали, два отводочка мы использовали для того, чтобы, как бы, сохранить две семьи, в которых пропали матки, это уже большой плюс. Также, так как минимум, чтобы мы их использовали для подселения стартеров, это уже хороший, хороший плюсик, периодически забираючи у них по одной рамочке какого-то распута. Ну, увидим, друзья. Увидим. Сейчас же подходим к улью, который был объединенный, который был объединенный, и увидим, как тут картина. Там спрашивали, чтобы мы показали, как они сели. Ну, а сели, вот сидят. Тут, тут, тут. И тут. И тут есть. Ну, очень низко. Посмотрим еще, как у них с подмором. Потому что интересно. Ну, есть какой-то подмор, ну, какой-то и мы и сами высыпали. Но это не подмор, по большому счету. Вот, друзья, вот такая картина на середину зимы. Отводочки еще по сегодняшний день сидят. Давайте еще посмотрим любые из этих с подмором, как их никто не трогал. И весь подмор у них, получается, их не, да? Ну, видим, что подмора практически и нету. Пчел, конечно, мало, но сидят. Что будет дальше, увидим. Все, друзья. Увидел семьи, ну, давайте одну выборочно, вон, куда, пальцем тыкну, вон там. Вот. Вот, например, вот эту. Эту посмотрим. Одну и все. Ну, вот, видим, сидят и не жужжат. Все, друзья, я рад ходу зимовки на данном этапе. На этом будем заканчивать. Еще раз поздравляем, друзья, Максима с днем рождения. Попрошу не оставаться равнодушными, друзья, так как, ну, все мы не застрахованы от различных, различных бед. И я вот в своей практике уже начал довольно часто замечать, когда ты помогаешь, и тебе это возвращается. Так что, если кто-то, потому что разные сегодня есть люди, есть люди, которые помогают от чистого сердца, некоторые, которые, некоторые, которые жадничают, понимаете, некоторые не помогают, но прошу знать, что, друзья, если вы сделаете добро, оно добром и вернется. Злом оно точно не вернется. Рано или поздно это вернется. Так что, не оставайтесь равнодушными в данной проблеме. Мы же со своей стороны тоже помогли, как могли. Ну, как-то так, друзья. Все, на этом буду заканчивать. С вами были мы. Подписываемся на наш канал, ставим классы, кому не нравится, дизлайки, и все. Всем пока-пока.